Улучшение FPS в Cities всегда остается актуальной темой, особенно при использовании дополнительных объектов, взятых из мастерской Steam. Важно понимать, что для высокого FPS в Cities важна не только видеокарта, но и процессор, а также оперативная память. На процессор в игре ложится обработка внутриигрового алгоритма, а именно поведение жителей, транспорта, постоянно меняющиеся показатели города. Графическая часть, соответственно, ложится на вашу видеокарту. С оперативной памятью немного интереснее. При игре с модами ее рекомендуемое значение от 16 до 32 гигабайт. Однако многие не знают, что для Cities очень важен так называемый файл подкачки. Как его выставить в системе можно с легкостью найти в интернете. Рекомендуемое значение файла подкачки также от 16 до 32 гигабайт. Если у вас сети установлено на системном диске C, то, соответственно, файл подкачки необходимо выставлять именно на нем. Далее переходим непосредственно к модам. Первый мод, который необходимо упомянуть, это Loading Screen Mod. Вы увидите его при загрузке вашего города. Он показывает множество различных параметров. Однако для нас важны две цифры с гигабайтами. Верхняя цифра показывает, сколько оперативной памяти использует игра. Нижняя показывает, какой объем используется того самого файла подкачки, о котором мы говорили ранее. В файл подкачки попадают те самые ассеты, которые вы берете из мастерской, а именно здания, деревья, дороги, элементы декора и тому подобное. Если эта цифра становится желтой или красной, то объем файла подкачки необходимо увеличить, иначе игра может просто начать вылетать на ровном месте. Второй мод, который является обязательным для установки, это FPS Booster. С этим модом ваша игра будет использовать ресурсы видеокарты более полноценно, что положительно скажется на производительности. Перед его установкой обязательно прочитайте описание на странице в мастерской. Мод состоит, по сути, из двух модов. После того, как подпишетесь, в диспетчере содержимого игры сначала ставим галку на FPS Booster, а затем галку, где патч. Игра при этом закроется, это нормально. Далее в самом моде выставляем желаемое ограничение FPS, рекомендую выставлять 50 или 60. Следующий мод, который необходимо упомянуть, это Ultimate Level of Detail. Он позволяет более тонко отрегулировать дальность видимости различных объектов на карте и подобрать для себя индивидуальные значения. Еще один мод, о котором важно сказать, это Speed Slider. Он позволяет замедлить игру ниже значения единицы, а это значит алгоритм игры будет исполняться медленней. Соответственно, будет более низкая нагрузка на процессор, что в итоге позволит добиться более стабильного FPS. Еще есть несколько оптимизаций, которые можно применить в CITIS. Например, с помощью мода Demmixer 2 можно отключить так называемые спрайты травы и камней. Можно отключить туман и облачность с помощью мода Clouds & Fog Togler. Еще вы можете отключить качение деревьев с помощью мода Tree Movement Control. Все перечисленные моды вы найдете в описании под видео. В заключение хочу сказать, что игра построена на старом по сегодняшним меркам движке, и все вышеперечисленные меры позволяют лишь отсрочить падение FPS. Вне зависимости от процессора и видеокарты, с развитием города и ростом числа жителей, FPS будет постепенно снижаться, и сделать тут практически ничего невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok